Вы прошли число е, да? Точно прошли? Ну как вы его прошли? То есть вы знаете просто, что это предел? Так, давайте я вот здесь напишу. Вы знаете, что есть вот такой вот замечательный предел, да? При n, стремящемся к бесконечности, 1 плюс 1n в n степени. Но можно по натуральным числам, можно по действительным, то есть там написать не n, скажем, а x, если вам так приятнее. Как? Вот так вот было, да? Еще не осознали? Вчера было. Но было же. Но достаточно того, что это было. Но достаточно того, что это было, что вы как бы этого уже не боитесь, то есть теперь я могу немножко c-шки пооценивать. Значит, это равно е такому вот числу 2, 71, 828 и так далее. Вам, наверное, тоже писали, да? Всякие там циферки. Но это длинное число, как π, бесконечно длинное, там после запятой бесконечно много знаков, оно не является рациональным, то есть никакого периода здесь нет, хотя можно было бы подумать, вот период, период, ап, другой период пошел. Ну, то есть это какое-то странное такое страшное число, вот, но оно очень важное для анализа и важное для тех оценок, которые возникают в том числе в комбинаторике. Значит, мотивация для той темы, которую я здесь рассказываю, она очень простая. Давайте я просто словами скажу. Вот представьте себе, что вы посчитали количество каких-то комбинаций, у вас возникла ваша комбинаторная задача посчитать количество комбинаций, которые возникают в какой-нибудь сложной последовательности символов, в ДНК, там бог знает где, выравнивания какие-то. Вот вы их посчитали, и получилась громоздкая, пригромоздкая формула с участием большого количества всяческих цейзен пока. Ну и что с этим делать? Это большое число, это маленькое число. Ну, получилась формула, говорят, жуткая. И как вот на нее глядеть? Это что такое вообще? Вот зачастую можно прикинуть, как эта формула выглядит в какой-то более короткой записи. И для этого используются понятия оценки, а иногда даже асимптотики для различных факториалов и чисел сочетания. Вот если научиться немножко вот этому искусству получать оценки или даже какие-то асимптотические выражения для факториалов и чисел сочетания, то будет уже очень неплохо. Можно будет прикинуть, как вот эта ваша громоздкая формула устроена в более короткой записи. Для факториалов и чисел сочетания. Ну, я многоточие поставил, потому что там есть всякие еще числа размещения с повторениями, без повторений. В общем, есть громоздкая формула, хотим как-то упростить, приближенно посчитав. Вот давайте начнем с конкретной постановки вопроса, как бы конкретный пример, чего вполне может возникнуть в качестве элемента вашей сложной формулы, которую вы посчитали, решая свою комбинаторную задачу. Вот пример, это вот такая С-шка. Она у нас еще возникнет, между прочим. То есть все не зря. Мы ее будем использовать для подсчета числа выравниваний, то есть прямо для решения некоторой вашей задачи. Но пока просто есть такая С-шка, С из 2n по n. Вот вопрос, это быстро растущая величина с ростом n или не очень быстро, как она вообще ведет себя? n растет, а она как вот график, можно представить себе, как она возрастает? То есть вот n равно 1 будет 2, n равно 2, это С из 4 по 2, это 6. Давайте я напишу. n равно 1, это 2, n равно 2, будет С из 4 по 2, но это 6. Можно посчитать, это 6. n равно 3, ну что у нас получится? С из 6 по 3, это по-моему 15. 15, да, это 15. Это 15. Там если n равно 4, то это С из 8 по 4, это 70. Это я тоже помню. С из 10 по 5, это по-моему 252. Можем проверить, правильно у меня память работает или нет. Ну и так далее. То есть вот как-то растет эта штука, а как примерно она растет? То есть на график какой функции она накладывается? Так вот, сходу не очевидно, правда? Или очевидно? Не очевидно, да? Вот, ну не очевидно. Давайте я сформулирую какие-нибудь результаты, которые нам помогут примерно для начала оценить, как растет эта функция, а потом и более тонко. Значит, теорема 1, которая вообще полезна сама по себе для понимания того, как устроены биномиальные коэффициенты, расположенные внутри одной строчки треугольника Паскаля. Значит, это такое утверждение. С из 2n по 0 меньше строго, чем с из 2n по 1 и так далее, меньше, чем с из 2n по n. А дальше неравенства идут в обратную сторону. И вторая строчка этой теоремы, она является следствием первой, потому что у нас есть самое первое тождество про то, что с из 2n по k равно с из 2n по n минус k. То есть в обратную сторону вот так. с из 2n по n плюс 1 больше и так далее, больше, чем с из 2n по 2n. Давайте я еще раз повторю. Всем ли понятно, что вот эта строчка, это в точности следствие первой? Просто потому, что с из n по k равно с из n по n минус k. И если мы знаем, что с-шки сначала вот так возрастают, то дальше они просто симметрично убывают согласно вот этому тождеству. И вторая строчка ровно об этом. Понятно я сказал? Вот они росли, росли, а дальше они просто совпадают, они пошли убывать. То есть картинка вот такая, как бы они растут, растут, растут и дальше начинают убывать. Но это известный график на самом деле. Может быть вы встречали такое выражение, как гауссовское распределение, нормальное. Вы не слышали такое выражение? Кто-нибудь может быть слышал. Вот оно возникает ровно в виде вот такой картинки для цешек. Ну не слышали, не слышали, это не страшно. Можете сейчас услышать, отложить у себя в памяти, и когда оно возникнет более содержательно в каком-то курте, вспомните меня вот с этой вот простенькой теоремой, которую я сейчас докажу. Ну в общем, на самом деле то, что эта теорема верна, вы знаете, это видно просто из формы треугольника Паскаля. Ну знаете как, вот 1, 1, потом 1, 2, 1, вот, потом 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Ну видно, они возрастают, потом убывают, возрастают, потом симметрично убывают. То есть теорема это ровно об этом, тут ничего особенного нет. Ну сейчас я докажу формально. Понятно, да, что она об этом? Что-то ничего особенного нет. Формально доказывается так. Почему действительно они вот так возрастают, но потом симметрично убывают. Давайте просто посмотрим на отношение величины СС2Н по К к величине СС2Н по К плюс 1. Вот посмотрим на такое отношение. Да, но К надо сказать какое. Давайте скажем, что К не превосходит Н-1. Почему я хочу, чтобы К не превосходила Н-1? Ну мне важно, чтобы здесь стояло что-то не большее, чем Н. Я сравниваю просто два соседних числа вот в этой последовательности. И самое последнее из них это СС2Н по Н, ну значит, что К должно не превосходить Н-1, коль скоро здесь К плюс 1. Ну давайте посмотрим. Значит, сверху у нас стоит 2Н факториал поделить на К факториал на 2Н-К факториал. А снизу стоит тоже 2Н факториал поделить на К плюс 1 факториал и на 2Н-К минус 1 факториал. Ну поделить, оно значит перепрыгивает в числитель. То есть вот здесь стоит К плюс 1 факториал на 2Н минус К минус 1 факториал. Вот так вот. 2Н факториал благополучно сокращается целиком и полностью. К факториал почти сокращается с К плюс 1 факториал. И у нас просто в числителе остается К плюс 1 после сокращения. К плюс 1 факториал поделить на К факториал. Это просто К плюс 1. И точно так же в знаменателе остается только один последний сомножитель, который 2Н-К. Все остальные сокращаются с верхним факториалом. Так, друзья, это вроде очень просто, да? Чисто формальный анализ. Так, ну и теперь смотрите, К у нас не превосходит Н минус 1. К не превосходит Н минус 1. Давайте напишем вот так. Значит, это не больше, чем Н поделить на 2Н-К. То есть я пока сверху только применил неравенство К не больше, чем Н-1. Да? Ну, а здесь пока К оставил. А теперь я скажу, ну смотрите, К не больше, чем Н-1. Ну, в частности, это значит, что К строго меньше, чем Н. То же самое, что К строго меньше, чем Н. И вот в такой форме я применю сюда. К строго меньше, чем Н. Минус К строго больше, чем Н. А поскольку оно еще и в знаменателе, то знак все-таки вот в эту сторону. Строго меньше. К меньше, минус К больше, а Н поделить на 2Н-К снова меньше. Меньше, чем Н поделить на 2Н-Н равняется Н поделить на Н, равняется единице. Откуда, конечно, следует, что С из 2Н пока строго меньше, чем С из 2Н пока плюс 1. Отношение строго меньше единицы, значит, каждый предыдущий строго меньше, чем последующий. Но вот в этом предположении К меньше, чем Н. Вот ровно так, как здесь и написано. Согласитесь, что это просто? Или надо что-то пояснить? Это вроде совсем простая теорема, которая иллюстрируется треугольником Паскаля. Объясняет, почему в нем вот так вот строчки устроены. Так, но из этой теоремы мы теперь можем вывести некоторое следствие, которое уже достаточно качественно говорит о скорости роста С из 2Н по Н. Значит, давайте назовем это теоремой 2 или следствием из теоремы 1. Если хотите, теорема 2 – это просто следствие из теоремы 1. Это два следующих утверждения. Во-первых, С из 2Н по Н, и это даже не следствие из теоремы 1, это очевидно. Сейчас я объясню, почему. С из 2Н по Н меньше, чем 2 в степени 2Н. Это я сейчас докажу, это совсем просто. И второе, С из 2Н по Н больше, чем 2 в степени 2Н поделить на 2Н плюс 1. Вот это в точности следствие теоремы 1. Смотрите, друзья, значит, я сейчас докажу это через некоторое время, но давайте прежде, чем я это докажу, поглядим на то, что получилось. Я утверждаю, что в каком-то смысле мы с вами уже из этой теоремы видим примерно, как растет С из 2Н по Н, на какой график она ложится. Ну, смотрите, верхняя оценка написана 2 в степени 2Н, а нижняя оценка тоже 2 в степени 2Н, но поделить на 2Н плюс 1. Да, конечно, 2Н плюс 1 это растущая величина, то есть как бы зазор между вот этой верхней и вот этой нижней оценками, он в растущее число раз, да? То есть он увеличивается. Это не очень хорошее соотношение, я согласен. Но с другой стороны, и там, и там присутствует 2 в степени 2Н. И вот эта функция 2 в степени 2Н, она растет катастрофически быстрее, чем знаменатель, чем 2Н плюс 1. Это экспонента, а это линейная функция. Поэтому мы уже принципиально понимаем, С из 2Н по Н это экспонента. Помните, я спрашивал, на график какой функции примерно она ложится? Вот на график экспоненты 4 в Н степени. Ну, там плюс-минус, конечно, что-то, да, на что-то надо поделить. Но даже, вы представляете себе, что Н у вас тысяча. Вы понимаете, что в реальных объектах Н может оказаться тысячей. Миллиарда может оказаться. Сколько символов в ДНК какого-нибудь там хорошего зверя? Зверь, но не млекопитающий, как я вам там предлагал. Или наоборот, млекопитающий, но не зверь. Нет, это еще ничего. Так, это вполне уместно. Если здесь вместо Н стоит 1000, 2 в 2000, это что-то запредельное, это что-то вообще необозримое. А тут какие-то 2001, это уже влияет на какие-то мелкие знаки в конце числа. То есть это не очень существенно. В принципе, хорошие оценки. Ну, давайте докажем. Хорошие, но, конечно, не самые хорошие. Я просто пытаюсь убедить, что даже вот это простое рассуждение, которое мы сейчас применим, оно уже дает неплохой результат. Значит, рассуждение-то вот какое. У нас есть замечательное тождество. С из 2Н по 0, С из 2Н по 1 плюс, давайте я вот здесь напишу это центральное слагаемое, и дальше опять плюс многоточие, С из 2Н по 2Н. Эта вся сумма, мы знаем, равна 2 в степени 2Н. Это тождество номер 4, кажется. Или номер 3. Что-то не помню. Вот, ну, 2 в степени 2Н, знаем мы это, конечно. Вот, по-моему, один из него вытекает абсолютно тривиальным образом. Сумма всех положительных чисел равна 2 в степени 2Н, но, значит, каждая из них, в том числе интересующая нас, строго меньше, чем вся сумма. Каждая слагаемая строго меньше всей суммы. Это тривиальный факт, мгновенно вытекающий из тождества. И тем не менее, вот я продолжаю этот пафос, есть и второе неравенство. Несмотря на тривиальность первого, второе достаточно близко к нему прижато. Как оно прижато? Как оно прижато? Ну, смотрите. По теореме 1 С из 2Н по Н это самое большое слагаемое в нашей сумме. самое большое слагаемое. Это по теореме 1. Они возрастают до него, и потом убывают. Центральная С-шка самая большая. Смотрите, теорему 1, в ней это в точности сказано. Самое большое слагаемое. Ну, давайте я аккуратно напишу. Что у нас получается? У нас получается, что С из 2Н по 0 плюс и так далее плюс С из 2Н по 2Н вот эта вот сумма, которая у нас написана слева, она меньше строго, чем С из 2Н по 2Н ой, черт, по N, конечно. Описался. Вот здесь вот по N. Сейчас поправлю. С из 2Н по N плюс и так далее плюс С из 2Н по N. Где количество слагаемых такое же в точности, как вот в этой сумме. Я говорю, С из 2Н по N самое большое, значит и вот эта слагаемая меньше, чем С из 2Н по N, и следующая меньше, чем С из 2Н по N, и последняя меньше, чем С из 2Н. А сколько их? 2Н плюс 1. От нулевого до 2Н-товых их 2Н плюс 1. То есть вот это равно в точности 2Н плюс 1 умножить на С из 2Н по N. А с другой стороны, вот здесь я могу это написать, вся эта сумма равна, вот смотрите сюда, 2 в степени 2Н. 2 в степени 2Н. У нас получается в итоге, что, давайте вот тут напишем, 2 в степени 2Н строго меньше, чем 2Н плюс 1 на С из 2Н по N. Ну и все. Читаем справа налево, получаем, что С из 2Н по N строго больше, справа налево, строго больше, чем 2 в степени 2Н поделить на 2Н плюс 1. Вот смотрите сюда, сравните. Доказал. 2 в степени 2Н равно вот этой сумме С, вот это написано. Каждая С строго меньше, кроме средней, чем С из 2Н по N. Всего этих слагаемых 2Н плюс 1 получаем точное равенство и получаем вот это вот, откуда второе следует сразу. Вот очень простая тоже теорема, но тем не менее, видите, достаточно хорошая. Но, смотрите, если мы хотим, если мы хотим получить все-таки чуть более точный результат и избавиться от зазора растущего, видите, тут 2Н плюс 1, пусть это и мелочь по сравнению с экспонентой, но все-таки это растущий зазор. Если для каких-то целей нам нужно еще более аккуратный порядок роста вычислить, то, наверное, нужно научиться оценивать факториалы. Мы же знаем, что С из 2Н по N это 2Н факториал поделить на Н факториал и еще раз на Н факториал. Вот если бы мы научились как-то очень аккуратно оценивать факториалы, то, может быть, мы бы преуспели еще больше. Ну, давайте теорема 3, сегодня понумеруем теоремы, потому что их довольно много. Значит, теорема 3, это как раз я специально не стирал число Е. это утверждение о том, что Н факториал точно не меньше, чем Н поделить на Е в степени Н. Да, вот представьте себе, какое чудо. Нет, но, знаете, совсем просто сказать, давайте я вот здесь напишу, совсем просто сказать, что Н факториал, конечно, не меньше, чем Н пополам в степени Н пополам. Это очевидно, потому что Н факториал это 1 на 2, на 3 и так далее, на Н пополам, на Н пополам плюс 1 и так далее, на Н минус 1, на Н. Но вот этих сомножителей, каждый из которых не меньше или даже строго больше, чем Н пополам, их же самих Н пополам штук. То есть в Н факториале точно есть как минимум Н пополам сомножителей, каждый из которых больше или не меньше, чем Н пополам. То есть то, что в принципе Н факториал оценивается функцией вида, грубо говоря, Н в степени Н, это очевидно из определения. Но я утверждаю, что есть лучший результат. Вот согласитесь, что это лучше, потому что это в Н степени, а тут только в степени Н пополам. Представляете, вот тут вот тысяча в тысячной, а тут тысяча только в пятисотой. Чувствуете, какая могучая разница? Чувствуете, да? То есть, конечно, этот результат посильнее. Доказательство вытекает из свойств замечательного предела, который вы изучали вчера, мне повезло, и из принципа математической индукции, которую, я надеюсь, вы уже знаете. Или я ошибся? Знаете математическую индукцию, да? Если мы хотим какое-то такое параметрическое свойство доказать, для каждого Н, например, хотим какое-то свойство доказать, то нам достаточно его установить для самого первого значения Н, а потом осуществить переход от Н к Н плюс 1. Предположить, что для Н доказано и доказать для Н плюс 1. Знаете, такой принцип? Точно? Не только со школы. Вы его проходили. Не только в школе. Правильно? Ну вот, давайте. Значит, база индукции, было такое слово, база индукции? Да, база индукции, это вот самое маленькое значение Н. Ну, давайте здесь Н равно 1, потому что для нуля непонятно, что такое 0 в нулевой. Давайте начинать с 1. Н равно 1. Ну, с запасом. 1 факториал, даже больше строго, чем 1 на Е в первой степени. На самом деле, наверное, я могу здесь еще на Е умножить, это тоже будет правильное неравенство, но такая мелочь меня уж совсем не интересует. Вот. То есть, база индукции с запасом получилась, все в порядке. Ну, стало быть, предположим, что мы доказали для какого-то Н больше либо равного единицы вот это неравенство. Осуществим шаг индукции, докажем, что тогда и Н плюс 1 факториал больше либо равняется Н плюс 1 на Е в Н плюс первой степени. Если я это докажу, то все, у меня все получилось. Правильно? Это будет шаг индукции, и тогда, значит, мы для всех Н докажем наше неравенство. Итак, хотим вот это доказать, зная, что верно вот это. Давайте распишем Н плюс 1 факториал совершенно естественно, как Н факториал помножить на Н плюс 1. И к вот этому Н факториалу применим известное нам согласно предположению индукции неравенство. Мы напишем, что это точно верно вот такое вот. Н поделить на Е в Н степени, и все это умноженное на Н плюс 1. Это согласно предположению индукции, так что это точно верно. А что нам хотелось бы? Давайте, вот что нам хотелось бы? Нам хотелось бы доказать, что вот это не меньше, чем вот это. Правильно? Это же наша цель. Все понимают, что нам хотелось бы этого. Давайте я напишу вот так. больше либо равно Н плюс 1 на Е в Н плюс 1, но здесь поставлю значок вопроса, потому что этого бы хотелось, и мы, конечно, сейчас это обоснуем, но пока мы этого не знаем, я поставлю значок вопроса. Дальше я сотру со второй доски и на ней этот вопрос сниму. Сейчас все докажется. Как нам снять этот значок вопроса? Ну, давайте я перепишу здесь Н поделить на Е в Н степени. Вам не надо переписывать, просто мне удобно будет вам показывать, поскольку я то же самое буду здесь вот по этой доске тянуть. На Н плюс 1 больше либо равно Н плюс 1 Ой, Н плюс 1 описался. Н плюс 1 на Е в степени Н плюс 1 это пока под вопросом. Ну, давайте, что можно сократим. Смотрите, здесь в знаменателе Е в степени Н, а здесь в знаменателе Е в степени Н плюс 1. Но давайте домножим и слева и справа на Е в степени Н плюс 1. Тогда у нас получится Н в степени Н на Н плюс 1 на Е и это пока тоже под вопросом больше либо равно Н плюс 1 в степени Н плюс 1. Просто умножим слева и справа вот это неравенство на одно и то же Е в степени Н плюс 1. Поскольку тут в знаменателе было Е в степени Н, то здесь вылезла одна Ешка, а здесь ни одной Ешки не осталось. Так, еще одно очевидное сокращение Н в степени Н на Е должно бы быть больше, чем Н плюс 1 в Н-ной степени, просто сократили на Н плюс 1. очевидное совершенно сокращение. Ну, а это равносильно тому, что Е больше либо равняется Н плюс 1 в степени Н поделить на Н в степени Н. Перенесли сюда. А это в точности равно 1 плюс 1 Н в Н-ной степени. Это свойство замечательного предела, которое вам рассказывали вчера. Е по определению это предел, исходимость идет снизу, то есть известно, что Е всегда даже строго больше, чем вот такая вот величина. Скажем, при Н равном 2 здесь стоит 1,5 в квадрате, это 2,25. Это меньше, чем 2,71. При Н равном 3 здесь стоит 4,3 в кубе, это 64,27, ну, там поделите, вы увидите, что это опять меньше, чем Е. То есть вот это неравенство, оно уже без знака вопроса, это просто свойство замечательного предела, которое рассказывают в анализе. Ну, раз здесь нет знака вопроса, а это равносильно этому, равносильно этому, равносильно этому, значит, нигде нет знака вопроса. Отсюда следует вот это, отсюда вот это, отсюда вот это, и наша индукция завершена. Так, друзья, понятно, нет? В общем, очень простое неравенство. К сожалению, получить таким макаром похожую верхнюю оценку не получается. То есть индукции здесь не хватает. Тем не менее, неравенство, которое мы сейчас за 3 копейки получили с помощью индукции, оно подсказывает, как должна выглядеть асимптотика для n-факториал. Теперь давайте я напомню, что такое асимптотика. У вас было в анализе такое выражение? Не было. Давайте я напомню, что я под этим подразумеваю. В анализе будет, может быть, более строгое определение, но я его дам для самого простого случая. Оно тоже будет абсолютно правильным. Вот давайте у нас есть какая-то функция f от n, пусть n это натуральное число. Ну и давайте считать, что она не равна нулю вообще ни для какого натурального числа. Она всегда принимает только ненулевые значения. И есть какая-то функция g от n, которая тоже ни в одной точке не равна нулю. Есть две функции натурального аргумента. Значит, я буду говорить, что f асимптотически равна. В анализе еще произносят слово эквивалентно просто, эквивалентно. g. Но я больше люблю говорить асимптотически равна, а можно говорить эквивалентно. f асимптотически равна g. Пишут вот так. f тильда g. Вот это значок асимптотического равенства, он же значок эквивалентности. Так вот, она асимптотически равна, если предел при n, стремящемся к бесконечности, вот такого отношения, f от n к g от n, равен единице. То есть, если при очень больших n, их отношение практически единичное. Практически они в этом смысле не отличаются. Так, давайте приведем пример двух каких-нибудь функций, которые асимптотически равны между собою. Ну, это мощно, правда, синус х, это, конечно, не функция не только натурального аргумента. Слушайте, да, это второй замечательный предел, или первый. Я все время путаю, какие они там, вот то второй, да? А синус х и х, это первый. Ага, синус х и х, это прекрасный пример, да, за исключением того, что синус принимает кучу нулевых значений. То есть, ну, тут все-таки, понимаете, надо аккуратно. Я вам дурацкий пример приведу. Вы правильный пример говорите, но он слишком сложный. Я вам дурацкий пример приведу. Смотрите, f от n равняется n, а, ой, g от n, почему я снова f написал, а, g от n равняется n плюс 1. Вот две такие прекрасные функции, а, но это пример очень поучительный, товарищи. Очевидно, что отношение стремится к единице. Какой вопрос? Никаких замечательных пределов, все три в какой-то. Но почему он поучительный? Потому что видно, что разность не стремится к нулю. Надо очень четко понимать, что асимптотическое равенство это именно простремление отношения к единице, и что из этого отнюдь не следует в общем случае, что разность стремится к нулю. Если отношение двух функций стремится к единице, они, конечно, очень близкие. Тем не менее, разность их может не только к нулю не стремиться, она может даже стремиться к бесконечности. Вот вам другой пример. f от n равняется n квадрат, а g от n равняется n квадрат плюс n. Опять, это асимптотически равные функции, потому что отношение их стремится к единице. Но если вы из одной вычтете другую, то разность устремится к бесконечности. Вот это надо четко для себя в голове держать. Если я говорю про асимптотическое равенство, я не утверждаю, что разность значений очень маленькая. Я утверждаю, что порядок роста этих функций одинаковый с одной и той же константой, а разность их может быть очень большой. То есть вот это четко надо понимать. Так вот, есть такая замечательная теорема, которую вам не докажут ни в анализе, я тем более этого доказывать не буду. Давайте я ее тут напишу. Это одна из самых прекрасных теорем в математике, потому что в ней участвуют сразу две мировые константы. Вот одна мировая константа – это Е, это мировая константа, это то, что возникает в математике повсюду. Но вы знаете еще одну мировую константу? Пи. Ее вы со школы знаете, да? Вот, ну, есть, конечно, очень продвинутые товарищи, продвинутые пользователи, не записывайте, это я так просто, которые знают вот такую формулу. Я думаю, что это не все присутствующие знают, но кто-то есть, кто знает, да? Не записывайте, это ни отношения к лекции не имеет никакого. Это самая прекрасная формула в математике, потому что обе мировые константы в ней присутствуют, и очень короткая запись, вот Е в степени пи равно минус единицы, и это корень из минус одного, мнимая единица. Вот, но это так, это просто для, для, не знаю, для чего, для восхищения. Вот, а теорема 4, которая в нашем курсе пойдет без доказательства, BD это значит без доказательства, не буду я ее доказывать, это тяжелый результат, для вас точно тяжелый, называется он формула Стирлинга. Это формула асимптотическая, которая вот в том смысле дает асимптотику для факториала. Утверждение такое, n факториал асимптотически равен корень из 2πn n поделить на e в n-ной степени. То есть вот эта вот сложная теорема, которая выходит за рамки нашего курса с точки зрения доказательства, она показывает, что полученная нами с помощью индукции простенькое неравенство из теоремы 3 на самом деле почти точное значение дает. Надо еще умножить на загадочный корень из 2πn. И вот когда вы добавляете вот эту вторую мировую константу, ну плюс еще корень из 2n, умножить на корень из 2n, то вот все это вместе дает асимптотику для n факториал. Отношение стремится к единице. Внимание, разность, разность в этой теореме стремится к бесконечности. Это просто факт. Разность стремится к бесконечности. Но отношение стремится к единице. То есть они действительно асимптотически равны. Вот такой вот замечательный, очень красивый результат, что в нем и π, и е одновременно участвуют. Ну давайте поверим в справедливость этого результата и научимся им пользоваться. Если мы верим в то, что он правильный, давайте научимся хотя бы его применять. Вот посмотрим все на то же самое c из 2n по n. Что теперь про него можно сказать? Каждый из вот этих факториалов, товарищи, только следите за тем, чтобы я не разогнался слишком. Каждый из вот этих факториалов подчиняется вот этой асимптотике, то есть удовлетворяет теореме 4. Правильно? Так, ну вы знаете, что пределы перемножаются? То есть, что если у вас есть две последовательности, каждая из которых чему-то асимптотически равна, то их произведение будет асимптотически равно произведению. Ну вот здесь вот так и напишем. Асимптотически равно. Дальше нарисуем здоровую дробь. Здоровую, потому что в числителе надо подставить вместо n вот сюда 2n. Видите, мы же 2n факториал пишем. Значит, вместо n надо всюду подставить 2n. У нас получится вот так. Корень из 2π на 2n. Здесь 2n на e в 2n степени. И больше, в общем, наверху ничего. Это я просто вместо n подставил 2n. А внизу n факториал. Значит, надо вот так написать. Корень из 2πn. n поделить на e в n степени. И все это в квадрате. n факториал возводим в квадрат. Ну, здоровый он зря такой здоровый. Вот так мне хватит. Переборщил. Слишком длинную дробь нарисовал. Так, все понимают, как это получилось? К каждому из факториалов применил теорему стирлинга. Так, ну давайте смотреть, какая сейчас красота получится. Смотрите, e в 2n. Смотрите, e в 2n. Это виноват знаменатель числителя. Знаменатель числителя. Понятно, что я говорю, да? А вот есть знаменатель знаменателя. И тут тоже e в 2n. Смотрите, n умножить на 2. Видно, нет? То есть вот так, шлеп, шлеп. Видно, что e сократились всем? n, они на одном и том же как бы этаже. То есть они сокращаются. Они в одинаковой степени и на одном и том же этаже. Ровно то же самое происходит с n. Тут стоит в числителе числителя n в степени 2n, а в числителе знаменателя тоже стоит n в степени 2n. Ну давайте вот так, шлеп, шлеп. То есть в знаменателе вообще n поделить на e в n пропало. А в числителе осталось, знаете, чего? 2 в степени 2n. Помните 2 в степени 2n? Из нашей простенькой оценки. Теорема 2, да? Она осталась где-нибудь, нет? Ну не выжила теорема 2, не выжила. Знаете, я напомню теорему 2, чтобы сравнивать. Значит, там было первое утверждение c из 2n по n меньше, чем 2 в степени 2n, и второе утверждение c из 2n по n больше, чем 2 в степени 2n поделить на 2n плюс 1. Это вот была такая теорема 2. И принципиальный рост был вот в этом 2 в степени 2n. Так вот оно, 2 в степени 2n. Переписываем. Получается корень из 4πn. Я двойки перемножил под корнем. Умножить на 2 в степени 2n, вот то самое, и поделить на 2πn. Корень из 2πn в квадрате это 2πn, а n на e в n и все сократилось. Покоцалось так, тяп-ляп, и нету. Смотрите, корень из 4, корень из 2 еще сокращается. Ой, двойка еще сокращается. Корень из 4 и двойка сокращаются. Ну, остается сверху корень из πn, а снизу просто πn. Ну, значит, можно переписать еще вот так. 2 в степени 2n поделить на корень из πn. Корень из πn сокращаем с πn, получаем корень из πn уже в знаменателе. Смотрите, какая красота. То есть мы знали с вами из очень простых соображений вот эти два неравенства, а асимптотика оказалась в некотором смысле прямо посредине. Знаете, в каком? Вы слышали когда-нибудь выражение среднее геометрическое? В каком-то смысле это среднее геометрическое из вот этих двух оценок, ну, с точностью до странного корня из π. А так вы перемножаете эти две оценки, извлекаете из произведения корень, и с точностью до константы получаете буквально вот это. То есть мы, ну, так вот ошиблись, а если среднее взять, то это вот правильная асимптотика. Но это так, шуточный комментарий в каком-то смысле. Суть в том, что знание формулы Стирлинга нам позволяет сказать сильно более точно. Все-таки мы знаем асимптотику вот такого вида. Мы получаем как следствие из формулы Стирлинга, давайте, если хотите, я назову это теоремой 5 для полноты картины, что С из 2n по n асимптотически равно 2 в степени 2n поделить на корень из πn. Это еще более точное знание о скорости роста вот этой вот центральной С. Понимаете, да? Ну вот на семинарах вас поучат использовать формулу Стирлинга, использовать чуть более продвинутые соображения, и не только в рамках этого примера, но и для очень многих других вариантов на тему, вариаций на тему чиселсочетания у вас получатся какие-то хорошие оценки асимптотики. Этим вы займетесь на семинарах, а сейчас мы, наверное, перейдем к новой теме, то есть пооценивали и будет достаточно. Немножко научились оценивать. Есть индукция, есть какие-то простые соображения с ростом С, есть вот эта формула Стирлинга, и это, в общем, для вас достаточно. Конечно, есть масса других замечательных инструментов, но вам надо почувствовать просто, как бы сказать, флер такой. А когда вам придется оценивать что-нибудь совсем ужасное, вы уже придете к математикам и скажете, мы попробовали формулу Стирлинга, что-то не пошло. Мы попробовали так, всяко не пошло. Тимаи скажут, а да, вот они знают, они понимают формулу Стирлинга. Ну ладно, сейчас мы что-нибудь еще применим. Всему, конечно, тут не научиться, но вот какое-то представление о том, как оцениваются С-шки, надо иметь. Так, переходим к следующей теме. Глобально я бы сказал, что эта тема должна называться рекуррентные соотношения в комбинаторике. Сейчас я напишу. Это очень важная тема, она очень разнообразная, в ней много разных подзадач. Это такая очень массивная тема, там будет много разных подтем, но они все будут объединены той идеей, и что часто в комбинаторике очень важно понять некоторую рекурсию, найти рекурсию. Рекуррентные соотношения в комбинаторике. Очень многие задачи удается решать или частично решать, придумав некоторое рекуррентное соотношение. Поднимите, пожалуйста, руки тех, кто знает, что такое рекурсия в принципе. Это такой, скорее, программистский термин, казалось бы, но на самом деле это термин чисто математический. Значит, я не буду давать общего определения, это нелепо, сейчас будут просто примеры разных классов задач. И на примерах вы поймете, что такое рекурсия, но идея очень простая. Вот идея следующая. Вам нужно вычислить значение какой-то сложной функции. Комбинаторной, некомбинаторной, в общем случае это не важно. Есть какая-то сложная функция. А вы знаете ее предыдущие значения для каких-то других параметров. И вы можете выразить новое значение через них. Что-нибудь вот в таком духе, знаете, f от n1, n2, n3 равно f от n1 минус 1 плюс n2 минус 1 n3 плюс и так далее. Вот какие-то такие соотношения называются рекуррентными. Но вы это не записывайте себе. Это я просто, чтобы вы понимали, о чем в принципе может пойти речь. Сейчас будут конкретные примеры, там будут конкретные рекурсии, и это будет гораздо более информативно. Давайте первая, относительно большая тема, даже прям большая тема, сегодня она не завершится. Это называется разбиение чисел на слагаемые. Сейчас я расскажу, о чем идет речь. Это большая тема. Разбиение чисел на слагаемые. Но абстрактно я скажу, о чем идет речь, и это как-то не зайдет, скорее всего, потому что вы будете думать, а нафига это надо. Поэтому я приведу пример двух очень развлекательных, но в то же время совершенно конкретных задач, которые объяснят нафига. Абстрактно это звучит так. Дано натуральное число. Дано какое-то натуральное число. И вы хотите это натуральное число представить в виде суммы некоторых натуральных же слагаемых. То есть хотите представить n в виде x1 плюс и так далее, плюс x там с каким-нибудь индексом t, где t я не знаю какое. Ну просто вот сколько-то слагаемых, и каждый из этих слагаемых тоже является натуральным числом. А дальше могут быть самые разные ограничения. Например, вы можете сказать, чему в принципе имеют право равняться эти натуральные числа. Вы можете сказать, что они обязаны быть, например, простыми, или еще что-нибудь, полными квадратами каких-нибудь чисел. Но в общем, бог знает, какие ограничения тут могут возникнуть. И если так вот абстрактно ставить задачу, то действительно, ну нафига? Ну мало ли кто чего может придумать. Сколькими способами можно представить натуральное число в виде суммы каких-то натуральных слагаемых? Зачем это нужно? Вот, я сейчас приведу два класса задач. Два класса задач. Каждая из которых будет уже чем-то более конкретным подкреплен. И с одной стороны будет карнавально и весело, а с другой стороны все-таки конкретные задачи появятся. Вы поймете, как такие задачи возникают на практике. Даже несмотря на то, что одна из постановок будет совершенно шуточной. Сейчас вот мы здесь это произведем. Зачем разбивать числа на слагаемые? И какие два основных класса задач про это дело существуют? Я сейчас вот на этой доске вам напишу. Ну, может быть на двух досках. Давайте здесь будет у нас задача о взвешивании помидор. Практическая задача. Ну, я, конечно, понимаю, что она тоже такая условно-практическая, но, по крайней мере, понятно, как другие подобные практические задачи могут возникать. Что такое задача о взвешивании помидора? Значит, у нас есть весы. Это не система координат, а весы. Чашечные. Я художник очень плохой. Это, по-моему, весы. Причем даже вот здесь можно стрелочку нарисовать, на весах такая бывает. Качается-то. Как на этом. Знаете, как? Ну, ладно. Вот, помидор я нарисую еще смешнее. Я его совсем не умею рисовать. Это у меня будет помидор. Он лежит на одной чаше весов. Ну, на самом деле, мы знаем, он весит 500 грамм, полкило. Хороший такой помидор, сочный, мясистый. Вот. Но нам надо уравновесить этот помидор для того, чтобы убедиться в том, что он действительно весит 500 грамм. В нашем распоряжении имеются гирьки разного достоинства, гирьки разных весов. Ну, гирьки обычно вот так рисуются, да? Вот это пусть у нас будет самая маленькая гирька. Ой, ну сколько она у нас будет составлять, самая маленькая гирька? Ну, 5 грамм. Значит, самая маленькая гирька – это 5 грамм. И запас этих гирек у нас неограниченный. Вот в рамках этой постановки он, в общем, неограниченный. Мы можем взять хоть 100 таких гирек, все эти 100 гирек поставить на левую чашу весов, и наш помидор будет благополучно уравновешен. Правильно? Если мы возьмем 100 таких гирек. Вот. Но у нас есть и другие гирьки. Там побольше – это 10 грамм. Так. Ну, давайте еще побольше – 20. Ну, и самое здоровое – 50. Какая задача возникает комбинаторная? Сколькими способами можно уравновесить помидор? То есть запас каждого типа гирек у нас неограниченный. Спрашивается, сколькими способами можно уравновесить помидор? Так, число способов уравновесить. Конечно, это число записывается вот в таком стиле. Здесь n у нас – это 500. n – это 500. x1 и так далее, xt – это слагаемые, каждая из которых принадлежит множеству 5, 10, 20 и 50. Согласны? При этом вот это t, давайте все-таки его обсудим, чтобы для вас оно слишком абстрактно не звучало. Вы понимаете, что t, конечно, не любое. Ну, то есть, если вы возьмете 100 гирек достоинством 5 грамм, то t равно 100. А если вы возьмете 80 гирек достоинством 5 грамм и 10 гирек весом 10 грамм, то t равно 90. Так, это понятно? 80 плюс 10 – это 90. Ну и какие уж там значения это t может принимать, нас даже не особо интересует. t – это вот такая вот естественная просто переменная, обозначающая количество тех слагаемых, которые в принципе могут возникнуть, коль скоро каждая из них принадлежит указанному множеству. Я надеюсь, так понятно, да? Ну, просто такое обозначение. Я не знаю, чему равно t. Важно, что каждая слагаемая принадлежит вот этому множеству 5, 10, 20, 50. И нас интересует, сколькими способами можно представить 500 в виде такой суммы. Вот такая вот очень естественная комбинаторная задача о разбиении числа на слагаемые. А есть совершенно шуточная, конечно, развлекательная задача, которую в свое время придумал, как интерпретацию этого вопроса Саватеев. Ну, в общем, я это дело рассказываю всегда с огромным воодушевлением, что мне кажется, что это прекрасная совершенно идея. Есть другая очень похожая задача, похожая по постановке, вот той математической. А звучит она весьма развлекательно и карнавально. Называется это задача о попойке. Называется это задача о попойке. И тут смысл следующий. Есть попойка, ну, то есть какой-то сабантуй, какое-то мероприятие, на которое вы пришли и собираетесь там получить полный катарсис. Значит, для того, чтобы случился полный катарсис, у вас очень четкое представление на самом деле, как это сделать. Представление такое, вам нужно выпить 500. Сравнивайте с тем, что на левой доске, да? Вам нужно выпить 500. Ну, что 500? Ну, понятно, что 500. На самом деле все тоньше. Значит, у вас задача выпить 500, виноват, нехорошему учу молодежь, в водочном эквиваленте. То есть, чтобы при пересчете спирта получилось 500 грамм водки. Но это не обязательно делать водкой. Значит, у вас есть прибор, который называется Y. Видите, это Y. И у вас есть материалы, которыми можно этот Y наполнять. Значит, друзья, значит, есть, собственно, водка, да? А, Y вместимостью 50 грамм. Y, он вместимостью 50 грамм. Есть, собственно, водка. Ну, да. Считается, что ее неограниченное количество. Смотрите туда, да? Вот. Так, чего еще? Считается, что вы наливаете полную рюмку. Ну, и считается, что миллилитр... Кстати, это не грамм, а миллилитров, конечно. Вот. Считается, что миллилитры и граммы не зависят от напитка. Ну, то есть, миллилитров столько же, сколько граммов. Водка ли это или это еще что-то, но плотность как у воды. Такое допущение, которое не совсем правильное, конечно. Ну, вот так вот сложилось. Вот. Значит, ну, давайте, что еще? Вот если вы наполняете 50 миллилитров и считаете, что это то же самое, что граммы, надо придумать какой-то напиток, который составляет 10 грамм. Ну, это что-то типа портвейна. Значит, если вы имеете в качестве материала условный портвейн, который примерно половина отводки по крепости, то у вас при наполнении вот этой вот рюмки, ой, Y, извините, образуется уже не 50, а 20 грамм водочного эквивалента. То есть, вот выпивание одной В это 50, выпивание одной П это 20. Но чуть-чуть не сходится, конечно, портвейн все-таки имеет крепость 20. А 20 половина от водки, да. А, нет, половина от 50-25, да? Нехорошо. Ну, ладно, ладно, ладно. Бывают портвели немножко менее крепкие. В общем, неважно. Вот, соответственно, чего у нас еще бывает 10 грамм? Ну, 10 грамм это то ли крепкое пиво, то ли слабое вино. Букв не хватает, слушайте. Ну, вот, ну. Что? Нет, ну, я не знаю, можно О написать, будет охота крепкая. Ну, неважно, в общем. Так, а это жигулевское все. 10 это эквивалент. Что-что? 10 это эквивалент, да. То есть, если вы выпиваете рюмку вот этого, то у вас получается 10 грамм в водочном эквиваленте, да. Да, именно так. Дальше что у вас происходит? Дальше происходят тосты. В рамках каждого тоста вы обязаны что-то выпить, тостов неограниченное количество. У вас получается 500 вожделенное, после которого вы уходите в полный нирване, значит, равно x1 плюс и так далее плюс xt, где каждая x и t это опять либо 5, либо 10, либо 20, либо 50. Что такое? Одно и то же, да? Нет, ну, понимаете, в рамках каждого тоста выпивается сколько-то, да? Гениальная совершенно вещь, которую вы должны осознать. Это две разные задачи. Это очень важно. Есть два разных класса задач. Дело в том, товарищи, что в случае взвешивания помидора вы берете скопом ваши гирьки и ставите вот сюда. Порядок слагаемых никакого значения не имеет. А вот здесь очень важно, что зачем. Виноват. Водка после пива или пиво после водки. Значит, у нас всегда надежда на то, что вы за счет вот этой шуточной интерпретации поймете, что действительно в природе есть два типа задач. В рамках одной задачи вы разбиваете на слагаемые. И вам совершенно не важно, в каком порядке эти слагаемые идут друг за другом. То есть для вас разбиение вот такого вида. 500 равняется 50 плюс 50, например, плюс дальше куча десяток. И разбиение 500 равняется 50 плюс 10 плюс 50 и плюс и так далее куча десяток. Вот здесь тоже 10. Вот эти два разбиения суть одно и то же. Они ничем не отличаются. Вы их отождествляете. С точки зрения расстановки гирек по вот этой вот левой чаше весов абсолютно неважно, в каком порядке эти гирьки в пригоршню запустить. Как в сочетаниях. А в случае задачи о попойке порядок очень важен. И вот в этой задаче такое разбиение и такое разбиение не суть одно и то же. Это разные вещи. Поэтому в этой задаче разбиений гораздо больше. Простора для получения катарсиса больше. Есть больше вариантов, как можно набрать вожделенные 500. А здесь их меньше, потому что вот эти два варианта считаются как один. И еще тут целая куча вариантов, которые склеиваются вот в этот один. Сейчас понятно? Вот есть два класса задач о разбиении чисел на слагаемые. Давайте, если без карнавальных таких коннотаций, ну здесь можно сказать, что это неупорядоченные разбиения. Неупорядоченные разбиения. Неупорядоченные в смысле, что порядок не важен. А вот это вот упорядоченные разбиения. А это упорядоченные. Вот. Но в принципе я могу ссылаться в дальнейшем на задачу о помидоре, капусте, там не важно, и задачу о попойке. Вот. Все. Общая постановка дана. Начнем с более такой разнообразной веселой задачи, с задачи о попойке. Поставим ее, конечно, в общем виде. Давайте, то есть поработаем сначала с упорядоченными разбиениями. давайте 500 заменим на произвольное натуральное число n. В общей постановке нам же не 500 надо набрать, а какое-то натуральное число n. не больше, не знаю чего, 2000, что является абсолютной границей. Шутка. Так. А вот эти 5, 10 и так далее заменим на числа n1 и так далее nk. То есть это величины слагаемых. То, чему мы разрешаем равняться каждому из слагаемых. Ну и, соответственно, обозначим f от n1. Ой, неправильно. Сначала n. f от n. Ёлки-палки. Кто там еще? Ой, перезвоню, виноват. Вот. f от n, n1 и так далее, nk. Вот я здесь обычно ставлю точку с запятой, а дальше через запятую перечисляю оставшиеся параметры. Значит, это по определению количества упорядоченных, попоечных, упорядоченных, ой, что-то я написал, упорядоченных, упорядоченных, упорядоченных разбиений n на какие-то слагаемые n1 и так далее, nk. Ой, давайте лучше не n1, nk, а на какие-то слагаемые x1 и так далее, xt, где x и t принадлежит множеству n1 и так далее, nk. Вот так. Мы разрешаем каждому слагаемому быть любым из вот этих вот чисел, n1 и так далее, nk. А сколько их там, но опять мы не знаем, это зависит от того, какие именно числа из этого множества мы используем. Используем самое большое, t будет поменьше, используем какие-то маленькие из этих чисел, t будет побольше. Но важно, чтобы в сумме получалось ровно n. Теорема, которая впервые, собственно, покажет нам, как полезна, важна рекурсия, удобна рекурсия. Теорема утверждает, что f от n точка с запятой n1 и так далее, nk можно вот так представить. это f от n минус n1 точка с запятой n1 и так далее, nk. Дальше к этому прибавить f от n минус n2 и после точки с запятой n1 и так далее, nk прибавить и так далее f от n минус nk n1 и так далее, nk. Вот такая рекурсия. Это рекурсия. Для того, чтобы вычислить некоторое значение в точке n, ну, вернее, значение в некоторой точке n, мы воспользуемся знанием о том, какое значение было в меньшей точке n минус n1, какое было в меньшей точке n минус n2, какое было в меньшей точке n минус nk. Сложив эти значения, мы получим в аккурат то, что нам нужно. И так последовательно мы можем восстановить все значения, интересующие нас функцией f. Надо доказать. Поднимите руки, кто сходу понимает. Это очень простая теорема. Есть пара человек, которые сходу понимают, как доказывается эта теорема. Давайте я аккуратно докажу. Вот рассмотрим произвольное разбиение. Рассмотрим произвольное разбиение n, которое, как обычно в нашей записи, имеет вид x1 плюс и так далее плюс xt. Вот какое-то разбиение. Смотрите, товарищи, поскольку разбиение попоечное, ну то есть упорядоченное, мы можем грамотно, свободно говорить о том, ну так, в шуточной интерпретации, что было выпито в первом тосте. То есть чему равно самое первое слагаемое? Вот если слагаемое неупорядоченное, у нас нет понятия первое слагаемое, они неупорядоченные. Но поскольку мы работаем с попойкой, то x1 это именно первое слагаемое. Мы можем говорить об этом. Что такое первое слагаемое? Сколько было выпито грамм в первом тосте? Вот рассмотрим произвольное разбиение. И просто есть k случаев. Есть k случаев. x1 равняется n1, x1 равняется n2 и так далее. x1 равняется nk. Вот всего k случаев. Это разные случаи. Это разные случаи. Может быть разбиение начинающееся со слагаемого n1, может быть разбиение начинающееся со слагаемого n2, ну и так дальше. Это в любом случае будут разные множества разбиений. Это понятно? Друзья, разбиения, которые начинаются со слагаемого n1 и разбиения, которые начинаются, например, со слагаемого n2, это точно разные разбиения. Потому что мы не имеем права перевопорядочить. Нам важно, что стоит на первом этапе. Понятно? Это разные случаи. Вот эти k случаев разные. Но теперь рассмотрим, например, первый случай. Пусть у нас разбиение в качестве первого слагаемого имеет вот это n1. Успеваете? Рассматриваем первый случай, да? Ну, это то же самое значит, что представить n-n1, поскольку вот здесь стоит n1, мы это уже знаем. Это то же самое, что представить n-n1 в виде каких-то там слагаемых в каком-то количестве, каждый из которых принимает любой из вот этих значений. Вот здесь остаются какие-то слагаемые, которые могут быть какими угодно, лишь бы они в сумме давали n-n1. Сейчас, друзья, вот это понятно? Ну, значит, разбиений, которые начинаются с n1, то есть относятся к первому случаю, в аккурат вот столько вот, просто по определению. Их столько, сколькими способами можно n-n1 представить в виде суммы наших слагаемых. Я не знаю, может, вам надо записать, я подожду, пока вы запишите, я готов как-то продиктовать, если так это удобно, но писать на доске, это, мне кажется, совсем неуместно. Проговорить еще раз? Знаете, я еще раз проговорю. Смотрите, вот есть первый случай, первое слагаемое равно n1. Если первое слагаемое равно n1, это мы точно знаем, а вся сумма равна n, то мы можем n1 перенести сюда, у нас получится n-n1, а здесь останутся любые слагаемые вот такой величины. Вот теперь я могу прямо сказать то, что можно написать на доске, написать в тетрадке. Поэтому количество разбиений, у которых первое слагаемое равно n1, количество разбиений, относящихся к первому случаю, таких, у которых первое слагаемое равно n1. Вот количество таких разбиений, у которых первое слагаемое равно n1, в точности совпадает с количеством разбиений вот этого числа n-n1, В точности совпадает с количеством разбиения числа n-n1, опять же, на произвольные слагаемые вот такой величины. Тут же произвольное количество слагаемых, все они какой угодно величины n1nk. Ну, значит, количество разбиений, которые относятся к первому случаю, то есть начинаются со слагаемого n1, в точности равно количеству разбиений числа n-n1 на произвольные слагаемые вот этой величины, то есть равно подчеркнутому значению f. Как удалось осознать? Осознать, записать нормально? Но то же самое касается второй величины, давайте я ее два раза подчеркну, указывая тем самым, что это количество разбиений, которые относятся ко второму случаю, то есть начинаются со слагаемого n2. То же самое рассуждение. Если мы знаем, что первое слагаемое это n2, значит, представить n в таком виде, это все равно, что представить n-n2 вот здесь в виде суммы каких-то слагаемых любой величины. Ну, я не знаю, если вас вот это вот еще больше воодушевляет, но что вы делаете? Вам нужно набрать 500 грамм, вы можете посчитать количество способов, которые начинаются с водки, но это значит, что вам потом придется набрать 450 грамм. Вы можете потом отдельно посчитать количество способов, которые начинаются с портвейна, это значит, что вам потом придется набрать 480 грамм. С охоты 490 и с шигулевского 495. При этом набирать вы будете сколько угодно времени, лишь бы набралось, и пользоваться вы будете по-прежнему всем арсеналом ваших средств. Ну, вот здесь это и написано. Либо вы набираете n-n1, пользуясь всем арсеналом средств, либо вы набираете n-n2, пользуясь всем арсеналом средств, и так далее, либо вы набираете n-nk, пользуясь всем арсеналом средств. Вот в этом примере это прямо очевидно совершенно. Чтобы набрать все 500, надо либо сначала выпить 50, и потом как угодно набрать 450, либо сначала выпить 20 и потом как угодно набрать 480, либо 10 и потом как угодно 490, либо 5 и потом как угодно 495. Ну вот количество способов набрать 450, оно вот так и обозначается. 500 минус 50, а здесь стоят все те же числа 5, 10, 20 и 50. Количество способов набрать 480, вот оно так и обозначается. А здесь стоят все те же самые возможные числа. 5, 10, 20, 50 и так далее. Сейчас точно всем понятно? Я не знаю, но вроде очень подробно сказал. А теперь, друзья, вопрос на засыпку. Так, что-то непонятно все-таки? Вопрос на засыпку. Вот если забыть происходную задачу, забыть, что такое f, и просто глядеть вот на эту формулировку теоремы. Этого достаточно для того, чтобы f найти? Достаточно ли самого рекуррентного соотношения, которое здесь написано, чтобы однозначно выписать все значения функции f? Нет, конечно, нужны какие-то начальные данные, как в индукции. Нужна база, с чего стартовать. Ну, что с того, что вы знаете, что f там от какого-нибудь 10 равно f от 5 плюс f от 4 там и так далее? Если вы не знаете, чему равно f от 4. Хорошо, вы дальше к f от 4 примените эту рекурсию, но вы не будете знать, что такое f от 3, от 2. Начальные условия нужны. Понятно, что я говорю или нет? Сейчас я напишу это начальные условия и аккуратно объясню, как все вот здесь считать, чтобы уж точно было понятно. Начальные условия очень простые. f от 0, n1 и так далее, nk, знаете, чему равен? В нашей задаче. Не вообще, вообще может быть чему угодно, а вот в числе разбиений. Сколькими способами можно набрать 0 грамм водочного эквивалента? Одним, правильно, вообще ничего не пить. Есть такой очень здоровый образ жизни, и он только один. Все остальные образы нездоровые. А если здесь стоит какое-нибудь отрицательное число? Если здесь стоит какое-нибудь отрицательное число, ну понимаете, что это 0. Как набрать минус 1 грамм водочного эквивалента? 0. Вот это начальные условия. Теперь смотрите. Да что ж он раззвонился-то окаянный, а? Я чуть-чуть позже перезвоню, виноват. Ой, что ж такое? Вот. Значит, смотрите. Вот нам нужно, например, посчитать F от 500. Что там было? 5, 10, 20. Тут не было 15. 50. Вот это наша изначальная задача. Ну, во-первых, я надеюсь, вы понимаете, что это то же самое, что все на 5 разделить. А здесь написать 1, 2, 4, 10. Согласитесь, что это не важно. Это, наверное, всем понятно сходу, да? Просто потом кратно умножим на 5 все слагаемые, ничего не изменится. Так. Ну, если пользоваться рекурсией, то это ужас, конечно, но запрограммировать можно. Значит, как мы пользуемся рекурсией? Пишем F от 99 и все такое, плюс F от 98 и все такое, плюс F от 96, там все 4 числа, плюс F от 90 и все 4 числа. Понимаете, что нам теперь нужно найти F от 99, 96, 90. Ну, применяем сюда рекурсию. Это F от 95, ой, 98, плюс F от 97, да? Плюс F от 95, нет, да, 5, правильно. Плюс F от 89. Ужас какой, да? Они плодятся, ветвятся. Но видно, что они потихоньку уменьшаются и когда-нибудь дойдут до сюда. А давайте проще сделаем. Вот нам надо найти F от 500, да давайте просто найдем все предшествующие. Мы знаем вот эти начальные условия, чему равно F от 1? Вот это все, 1, 2, 4, 10. Не, ну вы, конечно, мне ответите сразу, единица, да? Ну, ладно, хорошо, что это сразу отвечалось единицей, но можно же и рекурсией воспользоваться. Это будет F от 0, а все остальные слагаемые будут F от чего-то отрицательного. Потому что когда вы из единицы вычитаете двойку, четверку или 10, тут получается минус, это понятно. Но это 0, это 0, а это единица. О, получилась единица, совершенно вот не думая. Можно получить эту единицу. Дальше вам нужно найти F от двойки. Вы снова применяете ту же самую рекурсию, находите F от двойки. И так последовательно 100 шагов в конце концов вы найдете F от 100, прибегая к предшествующим значениям. Сейчас понятно, как рекурсия устроена, но нам очень важно знать, с чего она начинается. Если она начинается с чего-то другого, у вас и все числа получатся другими, никакого отношения к нашей исходной задаче не имеющими. Но вот эти числа имеют отношение к нашей задаче, это объяснимо. И дальше получается уже восстановить все возможные значения. F от двойки, ну что тут получится? F от единицы, которую мы уже нашли, и которая равно 1, плюс F от нуля, которая, которая мы знаем, которая тоже равно единице, а дальше снова будут отрицательные, и они дадут только нулевой вклад. То есть здесь вот 2 будет. Но это тоже можно было в уме еще сосчитать, потому что двойка – это либо 1 плюс 1, либо просто 2. Понятно, откуда 2 случая получается, да? 1 плюс 1 или просто 2. Сразу бульк, получил катарсис и ушел. Вот здесь вот 2 случая. Либо 2 раза бульк-бульк, либо 1 раз. И все. Вот. Также F от 3 можно найти, F от 4, F от 5, и в конце концов дойти до F от 100. Некий такой гарантированный, кондовый способ находить все значения. Но, конечно, хочется какую-нибудь и формулу красивую тоже, правда? Друзья, вот вы чувствуете, что не очень хочется каждый раз программировать. Хочется иногда и формулы красивые получать. Лекция закончилась, поэтому в следующий раз я расскажу, как формулы получать. Субтитры создавал DimaTorzok